Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Уважаемые телезрители, ассаляму алейкум! Мы рады вас приветствовать, вы вновь смотрите передачу «По душам». Тема нашей сегодняшней передачи очень актуальная, потому что многие современные люди много чего не успевают. Поэтому сегодня вы узнаете о том, что такое тайм-менеджмент и как экономить время. Будьте с нами! Иногда возникают такие ситуации, когда есть чувство, что вы не успеваете. И многие люди жалуются и говорят, ну, вроде не так уж много дел, но почему-то внутри есть такое ощущение, что я не успеваю. А у вас бывало такое? Чувство нехватки времени все чаще сопровождает повседневность современного человека. Вроде закончило одно дело, но почему-то появляются новые и новые дела. И в итоге нет такого ощущения, что вы успеваете. Напротив, появляется почему-то постоянное чувство занятости. Специалисты-психологи утверждают, что наряду с объективным временем, которое вокруг нас, есть в голове у каждого человека еще и психологическое чувство времени. То есть внутреннее такое ощущение, ощущение времени. Так вот, у каждого человека оно оказывается разное. Психологи установили, что оценивая небольшие интервалы времени в пределах, например, нескольких минут, без часов, одни люди склонны переоценивать их длительность, а другие же недооценивать. Психологическая минута оказывается короче или длиннее в зависимости от настроения человека. Например, если настроение плохое, то время растягивается и кажется, что тянется слишком долго. Но если мы увлечены интересным делом, то время как бы сжимается и останавливается. И когда специалисты начали исследовать этот вопрос, почему люди не успевают, почему у них есть такое чувство, что очень мало времени, оказывается, большинство, часть времени у нас уходит на переработку информации. Но о чем же идет речь, давайте разберемся вместе. Большую часть времени человек тратит не на сами задачи, а на обработку поступающей информации. Человеку, оказывается, важно постоянно реагировать на происходящее. Что бы ни происходило вокруг человека, для него важно, чтобы он уделил время и немного как бы остановился и обработал информацию. Поэтому внутри у человека есть чувство, что он не успевает, потому что если у него накапливается много дел, а времени для обработки он не уделяет, остается чувство некой незавершенности. Отсюда и внутреннее чувство нехватки времени. Но оказывается, человек чувствует какую-то радость, когда он завершает какое-либо дело. Но вот незадача, такой вопрос. Вроде ты завершил дело, которое запланировал, но появляется еще одно дело, потом появляется еще одно дело, и еще такое ощущение, как будто они не заканчиваются. И здесь оказывается очень важен вопрос, насколько интересно вам то, что вы делаете. Интерес очень важен для экономии времени, так как именно он удерживает ваше внимание продолжительное время на одном и том же. Другими словами, когда человеку интересно, он не замечает, как пролетает время. И наоборот, если человеку скучно, то ему кажется, что время идет очень медленно. Учитывая это, можно с легкостью организовать процесс так, чтобы человеку было интересно. И для начала, оказывается, нужно узнать, что же его интересует. Тем не менее, существуют, оказывается, в психологии различные методы о том, как экономить время и как вообще разобраться, на что мы тратим наше время. Внимание на экран. Таким образом, на каждый день можно распланировать свое время следующим образом. Берем листок бумаги, чертим на ней круг. Фиксируем на нем определенные участки времени, которые мы тратим на ту или иную деятельность. Таким образом, мы можем проследить, на что уходит наше время. Точно по такой же схеме можно сделать график на каждый день недели. Потом рядом можно начертить такой же круг. Назовем его «Идеальный ваш график», в котором необходимо распределить время так, как бы вы хотели тратить свое время и на что хотели бы его тратить. Со временем ваш реальный график может стать идеальным. Таким образом, разобравшись, на что вы тратите ваше время, будет легче им управлять. Но самое главное, оказывается, для людей важно, чтобы они тратили это время на самые важные, на самые любимые для них дела. Например, проведение в обществе своих близких, своих родных или проведение за очень полезным делом в их жизни. Например, как чтение хуранов, поклонений и так далее. Если человек не использует свое время в нужное русло, то у него, оказывается, в мозгу возникает такое чувство, что все зря, как будто потеряно время. Важным моментом также в экономии времени является то, что очень важна, оказывается, духовная сторона жизни. Вот у нас, если вы заметили, очень-очень много дел. Вот с утра начинается работа, потом к обеду все это еще не заканчивается, к вечеру еще что-то там, дома еще какие-то дела. Некоторые люди даже берут вот эти задания из работы и заканчивают их дома и так далее. И тогда, оказывается, наша душа, внутри душа волнуется. А как же я, как же моя духовная пища? И поэтому очень важно, оказывается, поставить такой приоритет в своем времени, что сначала уделить время своей духовности. Например, вопросов поклонения, чтения духовной литературы, Курана, помощи другим людям и так далее. И тогда, оказывается, человек почувствует, что он, да, действительно, он использует в нужном русле свое время. Так или иначе, для того, чтобы контролировать свое время и все свои дела, которые вы запланировали, очень важно правильно использовать записи. Мы, например, записываем что-то вот на бумаге, допустим, или на каком-либо блокноте. Но как необходимо их записывать таким образом, чтобы потом смочь и не контролировать? Каждую запись желательно сопровождать отметками. Например, каждая может начинаться значком. Первое. Идея. Всегда нужно держать в голове основную мысль или идею, чтобы не свернуть с основного направления. Второе. Это правильный вопрос. Например, задать самому себе вопрос. А что хорошего произойдет, если я это сделаю? Третье. Это задача. Поставить четкие и выполнимые задания перед собой. И четвертое. Это контакт. Задайте себе вопрос. Кто будет участвовать в этом процессе? Когда ученые изучали вот этот момент внутреннего ощущения времени, они обнаружили, что, оказывается, для людей, для мозга человека, очень важно проживать или, скажем так, прочувствовать то, что с ними происходит. Например, что-то произошло, необходимо создать время самому себе, чтобы была какая-то реакция, допустим, поразмышлять об этом, прочувствовать это. И тогда будет ощущение полноты того, что происходит. Дорогие телезрители, спасибо вам за ваши письма. У передачи «По душам» есть рубрика «Вопрос к психологу». И на данный имейл и номер WhatsApp вы можете задать любой вопрос по психологии. Некоторые из ваших вопросов мы разберем в нашей передаче. А к нам поступил вопрос, давайте его посмотрим. Здравствуйте! Как сэкономить время, чтобы успеть и на работе, и дома? Да, действительно, у многих современных женщин есть такая дилемма. Но как же всё совмещать и на работе, и дома? Как всё успевать? И оказывается, учёные говорят о том, что всё-таки приоритет, если женщина будет ставить больше к семье и к дому, то у неё всё получится лучше. Потому что мозг женщины по своей природе предрасположен более к своей семье и домашнему очагу. Таким образом, каждый человек в конце дня задумывается во всём этом круговороте «А что же хорошего, что же полезного я сделал?» И тогда можно, оказывается, задать себе другой вопрос. «А что полезного я сделаю завтра?» И запланировать заранее ваши хорошие и полезные дела. Хасан Аль-Басри говорил, «О, сын Адама, ты — это твои дни, и когда уходит день, то уходит часть тебя». Специалисты говорят о том, что нужно выбрать в жизни приоритет и начинать свои дела с самого главного. Но к тому же, оказывается, очень важно прожить и прочувствовать то событие, в котором мы находимся. И тогда будет такое чувство, что мы получаем пользу от того, что делаем. И отсюда как будто экономится время. С вами была передача «По душам». До новых встреч. Ассаляму аликум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова